В рамках государственной программы строительства объектов социальной инфраструктуры в Подмосковье строят и ремонтируют больницы, поликлиники и медцентры. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, как важно повышать качество и доступность учреждений здравоохранения. Здоровье, как говорят, источник счастья. Нам важно иметь современные госпитали, поликлиники, конечно, профессиональных врачей и современное оборудование. Но также очень важно теплое человеческое отношение. В этом году в Московской области на 80 объектах ведут капитальный и текущий ремонт. Каждое новое или отремонтированное учреждение должно соответствовать новому стандарту качества. В Одинцовской областной больнице продолжают масштабные работы в хирургическом корпусе. Здесь расширят реанимацию и увеличат пропускную способность. Работы уже, так скажем, начаты и плановое завершение должно быть перекладываться 2025 года. После завершения работ у нас будет совершенно новый обновленный хирургический корпус. Это будут комфортные палаты. В каждой палате будет находиться санитарный узел. Санузел будет находиться в каждой палате. У нас появится МРТ в этом корпусе, чего тоже не было никогда. Соответственно, мы отремонтируем само помещение КТ. Рядом будет находиться аппарат МРТ. То есть, тем самым, можно сказать, что в этом корпусе будет вся диагностика, в том числе тяжелая диагностика. Изменения коснулись и детских медучреждений у округа. В этом году они приняли участие в проекте поликлиника «Перезагрузка». Открыли отделение реабилитации, кабинет медико-социальной помощи для детей-инвалидов и обустроили комнату здорового ребенка, в которой принимает врач-педиатр. К этим поликлиникам относятся наше первое педиатрическое отделение детской поликлиники Барвиха и Звенигород. Второе и третье педиатрическое отделение также будет приведено к стандартам, требуемым проектам. В рамках проекта реализована уже часть задач, и остальная часть задач запланирована на окончание этого года. А еще с апреля в Одинцовье функционирует центр диспансеризации на улице Маршала Бирюзова. Обследование в нем прошли уже более 5000 пациентов округа. Ежедневно медучреждения посещают более 60 человек. Медицинские мероприятия в рамках диспансеризации включают обследование из специалистов – это гинеколог, терапевт, и это в рамках первого этапа диспансеризации. И второй этап диспансеризации – это хирург, коллапрактолог, это врач-окулист. Жители округа отмечают удобство центра, ведь всех необходимых специалистов можно пройти в одном здании и достаточно оперативно. Очень приятно, что есть такое учреждение, в котором все специалисты сосредоточены, и за один день мы можем обследоваться. Огромная-огромная благодарность. В программу вошли стационары, поликлиники, амбулатории, посты и подстанции скорой помощи. Дополнительно в неё включат ещё 51 объекта здравоохранения.